В 2000 году мы первый раз поставили, еще возле магазина поставили елку, сделали там горку. И вот с тех пор традиция, что ли, дай бог, чтобы после нас это все сохранилось. Деревня у нас очень дружная, поэтому проблем с этим делом нет, с организацией. Ну, я в котельной. День-ночь, 48. Работаю, ну, машинист котельной, потому что у меня иначе времени часто зачастую не хватает. Потому что у меня то городки, то еще что-нибудь, и плюс дома же еще. Я же не свалю все на свою супругу. Также хозяйство, там какие-то домашние дела. А где заяц? Смотрели? Вот он. Он чуть-чуть не вздрешен, не начался. Наше село называется Упорово. Село наше большое, очень большое село. Оно разрастается с каждым годом. У нас здесь есть большой дом культуры. Проводятся разные праздники. Большие собираются уличные гуляния. Естественно, бывают и салюты, и все на свете. История сегодняшнего предновогоднего выпуска про то, как праздничные городки строят своими силами в селах и поселках Челябинской области, Тюменской и на Алтае. Например, мужчины из поселка Тылга в этом году впервые пилили лед на местном водоеме, для того, чтобы потом делать из него скульптуры. И это мы выбрали только третьих локаций. На самом деле, в декабре таких историй в регионах немало. Ну, потому что ехать за праздничным настроением и за развлечениями в город – это обычно долго. Местами еще это и очень дорого. Вот люди учатся, берутся и строят сами новогодние городки. Героя первой истории зовут Евгений Ковальчук. Он из села Васильчики в Алтайском крае. И сейчас заканчивает свою смену в Котельной. А в перерывах между тем, как закидывают уголь в топку, Евгений рисует эскизы для снежных фигур. Наброски делаю. Либо ледовую, потом скульптуру буду бить, либо снеговую, либо деревянную. Но это, скорее всего, на деревянную скульптуру не идут наброски. Ну, про скульптуру однажды мне позвали на городок. Это было 15 лет назад. Ребята позвали, наши здесь, в Чеховске, позвали сделать городок. У нас был художник Виктор Яковлевич Павленко. Ну, вообще, там, ребята, они творческие были такие, что он, брат его, их уже, к сожалению, нет в живых. Вот. Он занимался скульптурой. Я за ним там почищал, ходил, льдышки. А потом однажды он сломал шею летом. И не смог работать. И вот так вот. И ребята попросили, что... Ну, как-то я приносил ему рисунки. Он говорит, давай ты, ты сможешь. И ребята попросили, давай ты попробуй. Ну, мне было, конечно, очень страшно начинать резать скульптуру. Еще ладно, там где-то дома вырезать уже на район. Ну, так я взялся. С тех пор он занимается творчеством. Пишет картины, вырезает из дерева. А под Новый год строит снежные фигуры в родном селе. В соседнем уже за гонорар делает ледовый городок. Сегодня после смены он должен успеть везде. Но сначала вернется домой, раздаст коровам сено, принесет в баню воды. Только потом займется творчеством. Ну, полностью сейчас на день дам. Потому что там у меня на огороде, видишь, скирды. Там я не буду кормить. Они туда сейчас не пойдут. Ну, во-первых, любое творчество – это внутреннее какое-то совершенство. Это в общем, если сказать, это эволюция. Какой уровень моего творчества – это мой уровень. Поэтому по-другому, я думаю, любой нормальный человек поступить не может. Поэтому крути, не крути, любой человек, он всегда в творчестве. Всегда будет у него… Всегда вектор сознания направлен на это. Эволюция, творчество. Ну, мы через творчество все равно учимся, развиваемся. Как бы вот так вот. Я из этого исхожу. Просто это нужно. Это и… Ну, наверное, программа у нас такая. Дойных у меня три головы осталось. Вот. И я в том году, в этом году… Короче, я шесть голову сдал. Мне не это. Не получается. Молоко берут по 20 рублей приемная цена за литр. Цельное молоко. Так бы крути, не крути, я производитель. Хоть и малый производитель, но производитель, ну… Меня это не устраивает, потому что я еле-еле… То, что я сдал деньги, тут же корма купил. Просто так я коров держать не собираюсь. Ну, дети пока еще не поступили учиться. Мы подразвели хозяйство. Пока дети были, они тут… У меня дети доели. Сын следил полностью, там, кормежка, где-то почистит. Это его было дело. Вот. А теперь дети уже на учебе у меня второй год. И мы с супругой занимаемся этим хозяйством. Честно скажу, тяжеловато мне, потому что у меня всегда времени нету. И мне приходится после каких-то работ, после каких-то дел бежать еще, особенно если это летостройка. Мне вообще на стройке тяжело. Этот год мне вообще тяжело удался, это лето. Это у меня. Мне самому нравится. Это все. Это мои первые, когда котята. Вот эти мои любимые котята. Тоже много. Порисовал. Ну так, слушай, интересно. Не скучно жить на белом свете. Так, ну в селе у меня какие планы. Дед Мороз, снегурочка, символ. Не знаю, если получится. Я, наверное, два хочу. Ну, я вообще планировал два зайчика сделать. Сердечко покрашу в виде морковки. Вот, как бы, вот такой план у меня. Краска полька. Видишь? Когда-то я ходил с полторашками. Пшик, 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 пшик. А потом я рисую так. Своеснежной скульптурой Евгений раскрашивает из травилки. Так он сам называет емкость, куда обычно разводят химикаты для обработки. Да, помогают. Я не сам работаю, потому что скульптуру ребята забили, наши Васильчаковские здесь. То есть, сколотили, забили скульптуры. Мое дело потихоньку бить. Вот. Как бы, теперь у нас горка там в планах. Надо горку доделать. Как бы так. Короче, здесь учиться, учиться, учиться. Я вот, я вот уже много-много лет, я в этом процессе творчеством, я не считаю себя таким прям культером. Я учусь, просто я учусь. Когда-нибудь я сделаю лучше, чем сегодня. И это мне уже радует. Как бы вот так вот. Ну, мне это очень нравится, потому что один в поле не воин, крути-крути, и на это все энергии не хватит и сил не хватит. Но, к сожалению, почему-то мало людей, желающих помочь. Ну, именно так вот, бесплатно, чтобы не за деньги, по-нормальному для села, для детей, для всех. Специально для тебя, фрица за сундучила. Ой-да, 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 ой-да. Костюма, мерка костюма Деда Мороза. Ну, на Новый год буду Дедом Морозом, по мне шьют костюм. Как бы вот так вот, чтобы и выездной поздравлять. Сейчас сняли мерки. Как бы так вот. Ну, здесь творческий коллектив, сейчас Васильчанка. Там есть женщины, которые шьют, умеют шить. Вот они сейчас сошьют костюм. Вот сейчас у них в данный момент репетиции. Вот. Вот и все. Ну, так я сам тоже в коллективе. И поем мы, и спектакли здесь. Ну, вот такая у нас, такие у нас дела. Такая у нас жизнь. Так что мы не скучаем здесь, ребят. Здесь всегда у нас дела. После примерки костюма Евгений сначала обедает дома, а потом едет в соседнее село. Доделывать заказанный ледовый городок. Работы там много. Из-за этого в своем родном селе он немного не успевает сделать в срок все, что задумал к этому Новому году. Самое неприятное в моей жизни, это самые неприятные моменты. Это дело, когда к расчету. Вот правда, мне настолько неприятно это все дело. Мне этот рынок неприятен. Лично я договариваюсь, я понимаю, что эти деньги собираются с людей, большая часть населения. Поэтому суммы я задирать, у меня просто совести не хватает, честно сказать. Я считаю, ну как, для поддержки штанов. Но не более. Я там, мне предлагали в этом году из другого региона, там миллионы. Я отказался. Я не собираюсь на этом бизнесе никакие строить. Потом мне это, мне это не по духу. Сейчас эту большую горку я буду ровнять, чтобы и прорежу им так же и страбу, а ребята будут вкладывать сюда свет, гирлянды. Ну, в моем понимании, праздник это как? Идет человек, смотрит красиво, радуется. Вот это праздник. Все. Вот для этого мы и делаем. А дальше там застолье, гулянки, я считаю, не считаю, что это праздник. И что это нормально. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Контактная процедура перед выпивкой льда. Сливание масла. В поселке Тейлга Челябинской области уже больше 20 лет перед Новым годом начинают строить городок, чистят каток и ставят елку. Просто в декабре здесь все держат в уме, что нужно будет освободить для этого пару дней в своем графике. Староста поселка организует хозяйственную часть подготовки, работы местные жители распределяют между собой. Мы как бы деревенским активом начинаем все это. Главное, кто начнет. Нынче Максим Ведерников предложил. Давай сделаем ледовую скульптуру. Да, у него есть опыт, причем немалый. Мерзяков Иван Васильевич, трудящийся. У меня отец говорил, Мерзяков Василий Иванович, трудящийся. Он всегда представлялся так. А я, соответственно, Иван Васильевич. А как мы их будем форматом? Вот так, Макс, вот так, вот так, вот так, вот так. И вот туда. Параллельно берегу будем. Чтобы хватать их удобнее было. Максим Ведерников, скульптор. Занимаюсь монументальной скульптурой. Образование получил в Питере. Мухинское училище. Сейчас это Академия имени Штиглица. Я всю жизнь, как бы, немножко это, другим занимаюсь. А это чисто для души. Я поэтому из города-то, вот в этом году свалил, с этих городков платных. И хотел сделать здесь что-то именно для, как сказать, для деревни, для себя. Без всяких договоров, без всяких обязательств. Сделать, что хочешь. Да, это у меня вообще всю жизнь монументалка. Это бронза, камень. Это проекты, эскизирование и так далее. От задумки до воплощения. Все это вот, как бы, вот в этой стихии. А лед это немножко другое. Она не шуги, но она плотная. Все равно. Это верхний слой, так, отлоскан. Но она плотная все равно. А что, думаешь, дело не пойдет? Некрасиво будет. Ну, у нас, Макс, сейчас вариантов нет. То-то внизу-то немного его. Может быть, дальше там будет получше. А как мы его к берегу подгоним? Ну, давай, я слушаю, ладно. Добыча льда, да, самая затратная. Найти водоем, найти хороший лед, чтобы еще и намерз он, достаточно толщины. Ну, такой коллективный труд, требующий профессионализма. Модернизирую цепь именно под лед. Потому что для дерева цепь, она по дереву работает, это одно. А для льда требуется ее немножко подправлять. Много таких нюансов. О, это у нас гипердеревня. Не рекламирую. Даже все наоборот. То есть я говорю, не наезжайте. Как бы про Москву сказали, не резиновую, у нас не резиновую. Это елда. У нас деревня очень активная. И не дай бог, вот я действительно бы написал, помогайте. И сейчас бы до сих пор мы все помогали. И уже, кстати, бы, наверное, скульптуру сделали. Но, возможно, бы не такую, как задумывалась. Может быть, даже уронили ее и снова бы подняли. Может быть, там уже все заснули. Деревня очень активная. Деревня такая. Легкая на подъем. Чересчур даже. Своими средствами, своими пилами. А какие там средства, мы никакие особо не тратим. Мы тратим бензин, солярку для машины. Тратим средства льда. Ну, инструменты, собственно, делаем. Больше никаких там средств. И не требуется, и мы не требуем. Больше не надо. Макс, пробуй. Макс, Макс. 20-20 метров. Мы думаем, 35, там подальше 35, а здесь 23, может быть. Сюда очень толстая. Практически половину материала занимает. Купель такую сделали, зашипательскую. Там, конечно, с разводами чуток. Ну, мы сейчас постараемся удуть ее куда-нибудь. Ну, вот нынче отнимет дня три плюс, наверное, полдня на елку и полдня на наряжание. Ну, да, в сумме дня четыре, наверное, будет. Отожмется где-нибудь так. Мне нравится, когда много народу, все заняты и все знают свое дело. И когда вот все получается, все хорошо, шишечки, иголочки, и все прямо складывается, как пазл. Тогда, да, все вот это. Это мой любимый момент. Если завтра все-таки ледина упадет, это будет, я скажу, это точно мой нелюбимый момент будет. Это да. Композицию вечером буду придумывать. Вначале ставите просто рядышком, да, все это? Да, ну вот изначально запланировали один формат, но мороз сильный, лед потрещал, мы поднять его не смогли, он лопнул. Сейчас получается совсем другой формат и другая композиция будет. Всегда общими усилиями, а это инициатор у нас староста, Слепухин Сергей Александрович. Он ставит горку со своими работниками, то есть каркас, несколько, как они сказали, на чем катаются, покатов, скатов последовательно и заливают. Тихо, все, 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 все. Держи вот так. Потом привозим, или он привозит, или мы привозим, елку втыкаем. Потом, опять же, в чатике в местном пишется, ура, все на баррикады, и все деревни наряжаются елку, всем чем угодно, только что не драными носками. Опять же, не в рекламе. В час ночи первого числа мы собираемся все, обычно, деревенские, на елки. То есть там с петардом, и все, все такое, ура, тру, все там, ну, больше час деревни там собирается. Иногда, то есть лед выдавливается, вода выходит, масса такая. Кажется, треснувший лед скульптору Максиму совсем не помешал. За неделю работы он практически закончил фигуру. Теперь жителям поселка осталось залить горку и нарядить елку. Вот потихоньку вырисовывается Дед Мороз. Показывается вверх на большую медведицу, чтобы никто не ошибся в направлении севера. Вон Снегурочка, вот посох. Тут елочка, но она такая, без одной веточки, так что еще не факт, что станет. Вчера для украшения елки были собраны леса. Мужественными Лехиными руками. Леха, покажи руки вот этими руками. И старшая баба-яга выходит. Дальше. Нет, в Дед Морозе я перманентно. То есть, когда у меня не совпадает график с выступлением, тогда я, да, Дед Морозе. Но это бывает раз года в четыре. Получается, последний раз я в Дед Морозе, года, наверное, три или четыре назад. Наверное, три. И нынче снова. И тогда еще когда-нибудь. Ну так, перманентно, в общем, как получится. Если смогу, я там Дед Морозе июсь. Нынче получилось. Ну-ка, все взяли за нос. Ни к чему нам бить баклуши. Ну-ка, все взяли за уши. Нет, прямо, ну-ка, все взяли за уши. Вот так, выделяй. Ну-ка, все взяли за уши. Мы, естественно, там особо, я же говорю, профита никакого не получаем. Чувство удовлетворения, оно безусловно присутствует. Какое-то все равно какое-то удовлетворение. Ямы сделали. Мы все-таки это смогли. Давай. За нас. И за горку. Это, безусловно, конечно, есть. Но я этим, собственно, ограничиваться. Больше. Да это не знаю. Вот лучше, наверное, глубже не копать. Иначе мы скажем. А что действительно, нафига мы это все делаем-то? Прекратим. У вас заяц на лыжах? Да. А Винни-Пуху почему ничего не досталось? Винни-Пуху бочка меда досталась. Бочка меда сейчас будет. Думаю, лыжи не нужны. Не знаю такого персонажа. Зайчонок и муха. Вот фильм. Старый советский. Не читали этот фильм? А где заяц? Зайчонок ее выкормил. Вот такая стала, выпитанная. Объем. Ну, довольная, да? Да. Вы помните мультик «Ну, погоди». Ничего себе помню. Когда волк одевался в Снегурочка, а заяц песни пел про Деда Мороза. Ага, что пел? Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи, Камилая. Как дела? За тобой бегала. Дед Мороз пролила немало и горьких слез. Перегри поешь. Это ежик. А из какой сказки? А это детский сад солнышка в селе Упорова Тюменской области. Здесь тоже перед Новым годом традиционно лепят снежные фигуры, а потом устраивают конкурс среди авторов. Занимаются этим родители и воспитатели. Среди них и наша героиня – Волгина Татьяна Ивановна. Можно носик черным раскрасить? Вот так мне провести. Вот здесь вот в черненьком полосочке. Ну, во-первых, раз тема всегда есть какая-то, обсуждаем в группе с родителями, какую бы мы хотели сделать постройку, предлагают родители. Они больше опираются на меня, потому что я давным-давно уже этим делом занимаюсь. Больше, ну, например, вот мы собирались с ними, у нас ушло два дня на то, чтобы вылепить. У нас там елка уже готова, готов заяц хваста, готов волк. Вот три постройки мы вылепили за два раза, за, ну, сколько там, по два часа. Это что? Горячий чай! Ну, естественно, мы не допускаем детей до, это холодно. Мы же лепим, одеваем резиновые перчатки и лепим, снег опускаем в воду и вылепливаем эти фигурки. Естественно, что дети просто по возможности помогают. Татьяна Ивановна знает толп в лепке снежных фигур. Вот так на работу в садик она собирается уже больше 30 лет. Стать воспитателем мечтала с детства. Поступила в колледж в тайне от бабушки, которая не хотела, чтобы внучка училась далеко от дома. И сразу после диплома по распределению попала в Упоровский детский сад. Дед Мороз уже каждый день вырапливает. Каждый день вырапливает? Каждый день. Вот такой Дед Мороз у тебя хороший. Ну вот знаете, когда я пришла в Упоровский детский сад, и сразу же еще в то время у нас была заведующая Золотукина Надежда Рейфьевна, и мы каждый год, вот сколько я здесь работаю, мы выходили всегда и строили эти снежные городки. Вот сколько я в садике работаю, у нас такая традиция. Ну давно, ну я 35 лет работаю, значит это было еще появилось до меня даже. Мы всегда делаем эти снежные постройки. Мы его ждем и можем дождаться. Ребята, как вы думаете, Алюна, мы одни с вами ждем, детки ждут праздника, или все люди ждут праздника? Все. Все, ребята. А как вы думаете, подарки любят все получать? Да. Все любят получать. Да. Я вам сегодня, я вам сегодня уже говорила, что мы сегодня для наших мамочек, да, сделаем поздравительную открытку. Что мы в этом видим, наверное, скорее всего, это радость детей. Детям постройки всегда нравятся. Детям вообще нравится все, что для них делают взрослые. В плане вот, ну какую-то поделку. Вот, например, у нас на участке попросила родителей сделать столик. Папу сделали, естественно, привезли, у детей была сказочная радость. Они прыгали, визжали, они отходили от этого столика, я не знаю, сколько времени лепили со скамеечками. Они сделали, правда, деревянные, конечно. Ну и также есть снежные постройки. И это создание праздничной новогодней атмосферы, прежде всего.